Стили-1 Потому что я самое вкусное оставляю напоследок и хотелось бы, чтобы этот последок наступил. Не могу не похвастаться, это моя собственная фотография, сделанная в музее через стекло витрины. Для этого она вполне ничего. Но вначале я напомню о том, как происходило формирование стиля-1. И мы с вами говорили, что это формирование проходило в условиях, вернее само формирование стиля-1 вызвано необходимостью адаптации фигуры животного к условиям геометрического мозаического орнамента, рельефного в стиле резьбы Кербшнит. И вот одна из ранних фибул. Но, кстати, насчет ранней-поздней, тут я все время упускаю вопросы хронологии. И если я сама не вспомню, прошу мне напомнить, в конце я чуть-чуть остановлюсь на этом вопросе, который предупрежу заранее непросто. Потому что, конечно, с хронологией много проблем. Я почему это упоминаю? Потому что она ранее, конечно, типологически. Я вот сейчас не помню обстоятельства ее находки, из какого она комплекса. Но в любом случае это, конечно, очень ненадежно датируется даже по комплексам, потому что все равно авторы передатируют по стилистическим признакам. Но типологически эта фибула из Нолхейма, Норвегии, она, конечно, ранее. И вот на ней мы видим, как, ну, будем считать, что впервые фигурки животных появляются вот среди вот этого геометрического орнамента Кербшнит. Еще раз повторю, мозаический рельефный орнамент. И вот мы наблюдали, как складывается при этих условиях и максимально подходящий к этим условиям облик вот этих животных в раннем стиле один. И сразу я скажу, что Гюнтер Хазелов, ну, работа, которая классическая для этого периода, выделяет четыре фазы стиля один, соответственно, А, Б, С и Д. И мы эти фазы сегодня будем разбирать. Но слово «фаза», которое Хазелов употребил для вот этих образований стилистических, не вполне удачно, потому что фаза очень несет в себе именно такой хронологический смысл. То есть, ну, вот фаза одна наступает, другая проходит. А при том, что вот с этими разновидностями стиля один это не происходит с той четкостью, которая подразумевает слово «фаза». Мы увидим, и сам Хазелов это признает, что признаки каждой из этих фаз часто встречаются на одном памятнике. В общем, тут нет вот именно такого четкого хронологического как бы смысла в этом названии. Но, учитывая эту поправку, мы будем вслед за Хазеловым называть это именно фазами. Значит, вот фаза А, вот наиболее яркие такие типичные изображения, которых тут представлены, они нам все знакомы. Она как раз вот отражает те процессы, которые мы наблюдали в прошлый раз. А именно, что фигура животного и отдельные детали этого изображения приобретают признаки тоже геометрической рельефной мозаики. Мы с вами говорили, что уже в Нолхеме употреблен очень важный прием орнаментальный, такой как двойной контур, который первое такое средство орнаментализации фигуры животного. И вскоре этим контуром стали обводиться и другие части изображения, которые приобрели очень характерный вид. Ну, обратим внимание на вот характерную. Много раз говорили мы о стилизации головы, и сегодня будем говорить. Это очень важный признак стилистический, который на этой ранней фазе состоит в том, что задняя затылочная часть отделяется такой дугой. Часто она просто имеет, вот как здесь, облик дуги. К ней примыкают чаще всего менделевидной формы глаз. Ну и носовая часть изображается, ну она по-разному изображается, но вот здесь мы видим, видите, такой контурной линии. Обычно с такими еще штрихами в носовой части. Очень важное изображение вот этих фюссель, это по-немецки нуляшки по-нашему, то есть верхняя часть, верхняя часть конечностей, то есть суставы. Это вообще изображение животного любом, одна из самых таких акцентируемых частей, мы, может быть, потом поговорим почему. В стиле 1 они приобретают такую грушевидную форму, тоже обведено двойным контуром, как вот здесь, вот здесь, вот здесь мы видим. И очень характерное изображение нижней части конечностей, то есть самих лапок, они вообще по-разному даются, но вот характерный облик, вот мы, я прошу вас запомнить, это вот здесь, когда лапка немножко как такой механический, ну как все в стиле 1, приобретает такой механический немного фит, вот как из сборного конструктора собранных изображений, и вот эта лапка маленькая такая сухая с перемычками рельефными, и в таком наиболее развитом, или можно сказать наоборот, редуцированном варианте, сама лапка имеет вид вот такой как бы клешни. Вот здесь вот тоже мы можем это видеть. Этот способ изображения лап животного потом будет нам встречаться значительно более поздно. И я тут еще раз привожу вот этот фрагмент браслета из сарманского погребения Хохлач первого века нашей эры, чтобы еще раз вернуться к этой аналогии, потому что я как-то вскользко сказала, а не в прошлый раз, а между тем все-таки такая аналогия, почти буквальное совпадение, мы видим методов стилизации, но требует нашего внимания. Такие совпадения не могут быть игнорируемы. И как бы чуть-чуть углубившись в эту тему, я, конечно, поняла, что германо-сарманские связи в искусстве сильно недооценены. И в частности, я тоже как-то в основном обращала внимание на западное направление и с арманскими параллелями не занималась. И вижу, что очень зря там действительно встречаются очень близкие параллели, особенно раннему восточно-германскому искусству. И, в общем, этим вопросом надо бы заняться более подробно. Но здесь-то мы имеем дело не с восточно-германским искусством, а самым, что ни на есть, западным. Это в основном вещи из этого как раз региона Северного моря. Да, они Южной Швеции, Южной Скандинавии в основном преобладают. И, кроме того, я напомню, вот эти памятники разделяют, но, конечно, не тысячелетия, как в случае с раннелатенским искусством, но все-таки несколько веков. И поэтому это тоже нельзя, вот такое удивительное совпадение, нельзя понимать, как заимствование в таком примитивном, простом смысле, в каком его обычно понимают, что вот они что-то где-то увидели и взяли себе. Тут какая-то, тут я повторю то, что сказала в прошлый раз, какая-то более тонкая связь, то есть видно в стилизации вот этой ранней фазы А стиля 1, их знакомство, какое-то отдаленное знакомство, вот действительно припоминание вот подобных методов стилизации, которые, еще раз это к вопросу о том, почему и у кого, и что заимствуют германцы, они как бы возобновляют эти методы ровно в тот момент, когда они сами в них получили потребность. Вот, а потребность исходила как раз из орнаментики в стиле Кербшнитт, и вот все, что из нее вытекает, о чем мы много и подробно говорили, еще будем. Так что это вот тот самый случай, когда какой-то давно пережитый опыт вот каким-то образом всплыл через несколько столетий. Вообще в германском орнаменте такое ощущение, что они держали у себя какой-то альбом разных мотивов, разных видов стилизации, какой-то такой хрестоматию, и куда заглядывали по мере того, как им требовали стиленные виды стилизации, оттуда это сдавали. Мы не раз будем сталкиваться с тем, что давно как бы пройдены этапы, вдруг, когда опять наступают для них условия, тоже снова возобновляется внимание, и они вновь возвращаются к жизни. Это вот удивительная черта германского искусства, с которой мы будем не расталкиваться. Фаза В стиля 1. Вот мы с ней будем знакомиться на примере этих двух памятников. Мы видим, что это две очень похожие фиблы, явно сделанные одна, видимо, в подражании другой. Вот одна из них – это гуморсмарк, который мы разбирали в прошлый раз, и другая – Е, очевидно, подражающая, из Вестерупа, тоже из Зеландии, то есть они происходят из одного места. И поэтому очень легко мы можем увидеть разницу, и вот действительно то новое, что с собой принесла фаза В. Ну, во-первых, мы видим, что если на гуморсмарке, на фибуле из гуморсмарка большое место занимает вот завитковый орнамент, мы много с вами говорили в прошлый раз о завитковом орнаменте, и о том, почему для орнаментики стиля 1 важно вытеснение этого орнамента с пластиной фибулы. И вот в гуморсмарке она вытеснена, как мы видим, не до конца, а в Вестерупе как раз до конца. И композиция фибулы Вестерупа, вот еще раз скажу, она удивительна по… Я тоже говорила, что вот эта зеркальная симметрия, многожды повторяющая относительно разных осей, очень характерна для иконографии двух пластинчатых фибул в раннем стиле 1. Вот я хочу обратить внимание, но понятно, вот эти висящие головы, хэнкенды, тиры, вот они здесь симметричны друг к другу, их вторят вот эти два рандтира, но им же вторят другие, очень близкие по облику драконьи головы. Я вообще… Нет, есть примеры, но гораздо более стилизованных, когда вот эти головы помещаются на пластине, которые тоже на головке фибулы, которые тоже по сторонам звериной головы в виде сверху, так же, как и здесь. То есть эта композиция как бы дублирует это. Но и главное отличие, которое мы тут видим, и которое, собственно, является основной характеристикой стиля 1, это то, что здесь мастер не довольствуется вот теми способами стилизации тела животного, о которых мы говорили, вот обведение двойным контуром на высокий рельеф, а он покрывает, орнаментирует тело животного штриховкой. Ну, кстати, штриховка, я вам упоминала в прошлый раз, есть и вот здесь, но здесь она применялась локально и даже, возможно, случайно. А здесь мы видим, что это уже сознательный прием, и прием, естественно, повышающий вот ту, то есть продвигающий нас дальше вот в этом процессе дальнейшей орнаментализации тела животного. Ну, мы разберем фибулу Ветструб более подробно. Орнамент ножки. Ну, пластину занимают два вот этих зверя, кауэрнда тиры. Ну, правда, поскольку они вписаны в такое ромбическое пространство, они в позе, вот как здесь мы видим, а пошло, я сейчас уберу все-таки, они в позе вот такого изогнутого углом, но это явно вызвано конфигурацией поля фибулы. И мы видим, что изображение очень упростилось, и оно сведено, вот тело и шеи животного сведено вот к таким почти ровным полосам. Это очень важно, что они почти ровные. И орнаментировано вот этой поперечной штриховкой. Опять же, обратите, пожалуйста, внимание на то, как упростилась стилизация головы. Это тоже для нас будет важно. Она свелась вот к этой дужке небольшому виде точки глазу, двум черточкам, и, ну, поскольку это птичья голова, здесь клюв, вот здесь укропненно. То, что касается вот этих боковых ранда тиры, то они еще не настолько сведены вот к этой полосе их тела. Оно как-то по-другому оформлено, но тоже покрыто штриховкой. И голова менее стилизована, то есть она по типу вот напоминает изображение головы на одной из фибул, которые мы смотрели в прошлый раз из этой ютландской группы. Как мы видим, вот здесь типа главы, ну, условно говоря, более архаичны, хотя, повторяю, все эти названия более довольно условны. И здесь, как мы видим, вот эти два изображения присутствуют на одном памятнике. Очень, да, я вот тут поместила вот этот навершие рукояти из шурупа, потому что вот мы там тоже наблюдали эту поперечную штриховку. И даже вот на этой сармазской вещи, возможно, это стильно стилизованное изображение ребер животного, но, как мы видим, вот этот прием и вот на довольно такой, опять же, условно говоря, ранней стадии тоже применялся. Да, и вот на этой вещи тоже мы видим эту штриховку. Так что, ну, в фазе Б штриховка применяется более систематически и более как осознанный прием. Ну, вот тут еще изображение надушки, которое мы видим характерное для стиля 1, что отдельные части изображения ушли без всякой связи друг с другом, просто в виде мозаики укладываются в отведенное им пространство. Мы сегодня много будем наблюдать. Вот, значит, я поясню вот это изображение головки. Мы видим вот эту скобочку, вот этот глаз и две черточки. Ну, и это лапки. Лапки тут изображены в виде таких щеток, я бы сказала. Вот одна, вот другая, еще две лапы, вот мы наблюдаем здесь. И на конце ножки очень хорошая человеческая голова в фаз. Теперь изображение головки. Ну, во-первых, мы видим бордюр. Это особая категория фибул. Изображение составлено из ряда треугольников с дисковидными окончаниями. Это очень характерный для двухпластинчатых фибул скандинавского типа этого периода орнамент бордюра. Но нам, конечно, очень интересно то, что располагается на пластине головки. Но прежде вот обратим внимание на этих двух животных, которые с нижнего края головки. То есть это ранд тиры, которые снизу пластины, вот их прорезь, тоже мы видим все признаки, вот как раз фазы B. И как нам часто встречалось, ножка закинута за спину, вот эта излюбленная в стиле 1 поза. Ну и, наконец, на самой пластине вот эта прекрасная пара драконеголов, которые, напомню, дублируют хэнгэнде тиры на ножке, почти близкого к ним облика по сторонам звериной головы вете сверху. Они образуют центр композиции, а вот то, что находится по сторонам этого центра, очень интересный орнамент. Во-первых, мы увидим, первое, что мы видим, это то, что тут вот этот принцип геометрической мозаики воплощен наиболее буквально. Потому что я вам говорила в прошлый раз, когда мы говорили о типологии орнаментальных мотивов, что мозаический орнамент неизбежно приводит к форме многоугольника. Потому что именно таким образом можно без пробелов заполнить поверхность орнаментом. И вот мы видим, что мастер вот именно такую форму пятиугольника придал телу животного. Ну и как мы часто встречаем, встречали уже для нас привычно, то, что остальные части изображения очень плотно вписываются в это пространство, тоже так укладываются в него, как вот такая хорошая упаковка. И обратим внимание вот на эту группу, вот две симметричные, они друг друга повторяют. Вот ее прорезь. Она составлена из двух животных. Вот одно имеет вот как раз эту многоугольную форму тела. Здесь тоже, в общем, такое как бы смахивает на многоугольник. Но как изображены их головы? Вот здесь они изображены порознь. Лобная часть, вернее, затылочная часть мы видим изображена в виде вот такой скобочки. Типичные для этой фазы и для этой фибулы скобочки. А носовая часть изображена в виде загнутой линии. И эти линии образуют, тут следует барабанная дробь, они образуют плетенку. И сразу скажу, что, собственно, появление плетеного орнамента – одна из самых волнующих тем нашей сегодняшней лекции. Именно это мы будем наблюдать. И вот тут мы, может быть, первый раз видим вот этот плетеный элемент. Обратим внимание на роль этой плетенки в орнаменте. Я в прошлый раз вам говорила, и сегодня покажу снова ту схему, которую я приводила в прошлый раз, что плетеный орнамент, вообще криволинейный орнамент – это прекрасный способ построения криволинейной структуры. То есть вы помните, я противопоставляла прямолинейные структуры криволинейным структурам. И вот, собственно, криволинейные структуры, их высшая фаза развития – это как раз плетение. Но совсем не такова плетенка, которую мы видим здесь. И это вот очень важный момент, к которому я постоянно буду сегодня возвращаться, что плетенка здесь является тоже элементом мозаики. Она входит тоже в этот мозаический орнамент, и поэтому она не образует вот, собственно, криволинейной структуры. То есть она, конечно, составлена из криволинейных элементов, но они как бы построены так, что единая структура криволинейная, подобная тому, которую мы потом увидим, она не образует. И образует такой плотный узел или такой косу, жгут, который является еще одним элементом мозаики. Вот это свойство плетенки в рамках стиля 1 мы будем постоянно наблюдать сегодня. Это будет главная наша тема. Но покажу еще несколько вещей, на которых вот эти признаки стиля C ярко видны. Вот это довольно простой случай. Мы видим тут вот эти рады тира в таком нам уже почти такой наивный, простой способ изображения, в том смысле, что все ножки на месте, ничего не надо угадывать, все вроде немножко вполне согласно природе расположено. То есть в этом смысле это как бы уже для нас кажется такой архаикой. Но вот и тело его орнаментировано как раз в духе вот этой фазы B поперечной штриховкой. Обратим внимание на вот этих зверей, которые, ранда тира, которые окаймляют головку. Сама головка, как мы видим, покрыта таким вполне хорошим, даже классическим геометрическим орнаментом. А вот эти звери, вот прорезь одного из них, имеет очень интересное строение, которое вот в сегодняшнем материале как бы не будет играть этот способ построения. А в будущем это будет очень важно, что называется запомните этот твит, запомните вот этот способ построения. Из чего он состоит? Как всегда акцентируются суставы, вот эти фюссель грушевидной формы, вот один и другой. И мы видим, сам вот этот бордюр, сам орнамент, он, в общем, воспринимается как цепочка вереница вот этих грушевидных образований, которые, собственно, являются при таком построении орнамента ничем иным, как кабошонами. Вы помните мою типологию, что я называла кабошоном орнаментом. А связывают их вот эти линии, которые изображают тело животного. Вот еще раз скажу, этот тип построения орнамента будет очень важным для искусства VIII века. Действительно, надо запомнить, как он нам первый раз встретился. Тут как бы случайно, это одна из таких фантазий мастера, а потом он будет ведущим. Еще одна фибула, но тут я немного могу рассказать. Я просто свою фотографию хотела показать вот эту прорезь у Салина. И вот тут звериное изображение в сильно таком уже дезинтегрированном виде окружает вот эту великолепную маску на конце фибулы. Фибулы, как мы видим, другого типа. Это называется равноплечье фибула. Но вот тут что можно разглядеть? Мы видим двух зверей. Как всегда, мы их узнаем по голове. Вообще, я всегда говорю, что как в латинской фразе, когда разбираешь латинскую фразу, надо первым делом искать, как мы помним, личную форму глагола и от нее разматывать как бы синтаксис фразы, иногда очень сложный. Также и в германском сференном стиле надо в первую очередь искать голову животного и от нее тоже расшифровку изображения вести. Потому что головы, как я говорила, часто обычно имеют характерный облик. Они лучше узнаваемы, чем что-либо другое. И таким образом, хотя тут могут быть ловушки, и я сегодня вам покажу одну из них, когда эти головы тоже могут быть по-разному трактованы. Сегодня мы столкнемся с таким примером. Да, так вот здесь вот одна голова, и, соответственно, вот тело животного идет так. Вот мы видим поперечную соштриховку, и лапка, по-видимому, вот эта она, опять закинута за спину. И вот тут мы видим вторую голову. Соответственно, тут второе изображение животного. И вот его лапка с грушевидным верхом и тоже закинута наверх. Еще одна фибула. Если фибула из Гиллберга очень сложная для прочтения, то вот эта фибула достаточно простая. И вот мы ее сейчас разберем, ее орнамент. Ну, опять мы видим, что головка покрыта завитковым орнаментом и имеет бордюр вот из этих треугольничков, зубчатый бордюр. Что же касается ножки, то здесь звериные изображения прежде всего занимают тоже бордюр этой ножки. И они вот имеют характерный как раз для фазы С облик. То есть это опять привычные нам привычные нам звери, припавшие к земле. Вот эти каорнды тиры. Но вообще тут все не так-то просто, потому что, ну, судя по расположению лап, это животное обращено в эту сторону, и вот, следовательно, его голова. Ну, и, соответственно, симметрично ему вот это животное. И эти две головы, как мы уже встречали в прошлый раз, это постоянные случаи в германской орнаментике, они обе вместе сливаются и образуют человеческую маску, которая дублируется вот этой маской на диске на углу фибулы. Но, кроме того, тут есть еще одна звериная голова, которая как бы у задней части животного, смотрящая в другую сторону. Так что можно было бы, даже не разобравшись, ее присоединить к этому толщу и считать, что она к нему относится. Но в данном случае это не так. Это просто профильное изображение то ли людей, то ли животных. Тут довольно сложно, даже вряд ли возможно разобрать. И вот это треугольное центральное поле тоже, как мы видим, занято человеческой маской. Таким образом, здесь на каждой из половинок мы видим три очень похожие по облику человеческой маски. Вот одна, вторая и третья. Как еще раз говорим, вот эта симметрия постоянно дублируется на разных уровнях. Вверху дужки, вот здесь, к сожалению, вот это в тени оказалось на снимке, вот это видно. А здесь лучше видно на прорези как раз вот эта часть, левая. Мы видим тоже сюда вписана фигура животного. Опять мы видим очень искусно, как она вписана. Но, собственно, вот тут тоже она кончается фронтальным изображением морды. И как бы центр, как здесь обычно, морда изображенная анфас. Ну и обычно вот эти звери, припавшие к земле, орнаментированные с орнаментом фазы B, то есть с поперечной штриховки, очень хороши для дужки. Они вообще очень подходят для вот таких удлиненного, вытянутого поля, для таких бордюров. И здесь мы видим, между тем, мы видим, что фигуры животного обращены вот в эту сторону, наружную сторону дужки. К сожалению, мы не видим голов. Видимо, вот здесь должны быть головы. Вот, видимо, вот здесь это на снимке. Это, судя по расположению лапок. А центр композиции у их задней части занимает фронтальная человеческая маска. Вот эта схематизация, которая сильно подталкивает, схематизация изображения сильно подталкивает фазу B. Как бы и фаза A достаточно схематична, но фаза B со своей поперечной штриховкой и вот эта тенденция все сводить к многоугольным таким ячейкам, она сильно усиливает эту тенденцию. И вот мы видим еще один ее пример. Как мы говорим, как я говорила, для таких вытянутых пространств эти изображения наиболее подходят. это вот навершие рукояти. И его занимают тоже такое два зверя, глядящие в разные стороны, вот орнаментированную таким способом. И, можно сказать, такие кабошоны образуются их суставами. И как крайний способ, крайнюю стадию этой геометризации и стилизации, которую мы вообще сегодня будем много наблюдать, вот я приведу эту фибулу. Мы еще потом вернемся к фибулам этого типа. Вы видите, что в отличие от северных скандинавских фибул, она имеет несколько другое строение, полукруглую головку и овальную ножку. Эти фибулы характерны для южно-германских областей. Мы их будем видеть несколько сегодня, еще в будущий раз, я надеюсь. Но мы видим, как вот этот орнамент с его склонностью к геометризации. Вот тут, здесь это доведено до, ну, не скажу предела, мы увидим, может быть, еще даже более крайние случаи. Но до очень высокой стадии. И вообще, не знаю, насколько случайно, но из имеющегося у меня материала, вот именно континентальные памятники, они более схематизированы, чем северные. Но мы об этом еще поговорим в свое время. Вот эти две фибулы, мы на них остановились в прошлый раз, мы не разобрали. Они происходят из юго-восточной Англии, и они очень хорошо показывают вот этот принцип вот такого коврового покрытия орнаментом стиля 1, предоставленной ему поверхности. Вот то, что Хаслов называет боязнью пустоты, а я, собственно, называю мозаическим принципом построения, то, что действительно животное изображение строится так, что каждая деталь стремится максимально точно вписаться в отведенное ей место. И вот мы разберем эти фибулы по фрагментам. Значит, вот это бифранс. Вот его прорезь. И, значит, во-первых, обратим внимание на эту великолепную, очень крупную и декоративную, круглую, большую, такую дисковидную маску, которая занимает вот этот диск на ее дужке. Вот здесь это видно. Значит, орнамент головки. Центр ее занимает вот эта маска, тоже очень декоративная. Вот она здесь на прорези. И вот здесь она перевернута. Собственно, именно в этом виде можно увидеть, что это маска, вот ее глаза, рот и так далее. А по сторонам ее находятся вот эти два животных. Они, мы видим, в позе головой назад, что не характерно, как мы говорили, для стиля 1. Но будет много нам попадаться на поздней стадии вот этого стиля 1. и мы тоже должны запомнить этот вид и специально обратить на это внимание, на положение головы животного назад или вперед. В данном случае это, можно сказать, можно назвать случайным появлением вот этого животного. тоже мы видим это, в общем, мастер преследует все ту же цель максимально его уложить в это отведенное ему пространство, вот вписать в виде мозаики. И бордюр в виде вот таких вот животных, по-другому стилизованных, и мы вернемся к этому типу стилизации, чем вот разобранные нами животными в орнаменте стиль фазы А и Б стиля 1. Эти изображения относятся к другой фазе, поэтому мы к ним вернемся позже. Орнамент ножки. Вот тут даны его фрагменты. Вот давайте вначале верх ножки. В центре, как всегда, находится голова животного в виде сверху, и вот к ней примыкают в виде бордюра два вот каурн-де-тира, вот их, вот они вырезаны, эти фигурки, и вот их прорезь. Значит, тут они перевернуты, надо понимать, то есть правильно смотреть вот на них таким образом. и мы видим стилизацию головы в виде таких двух прямых линий, что Хазелов считает признаком стилизованной человеческой головы, мы об этом говорили в прошлый раз, ну и вот с такими дугами ограничивающий глаз и собственно и лапка, вот все, к чему сведено это изображение животного. И особенно интересен бордюр внизу ножки. Это довольно редкий случай, вернее, даже мне не встречалось, когда животное изображено в виде, видите, такой изогнутый тело его изогнутой, вписанной изогнутой ленты, вписанной в этот острый угол, вот его голова, вот его глаз, это носовая часть. Соответственно, вот его передняя лапа и вот его задняя лапа. Но тут возникает такой момент. Я вам говорила в прошлый раз, что вот так схематично изображенная голова, когда затылочная часть практически симметрична носовой части, и они в общем подобны друг другу, симметричны и подобны друг другу, то такое изображение позволяет инвертировать это изображение в обратную сторону. собственно, вот эта голова животного может быть понята как голова повернута в эту сторону. То есть это мы воспринимаем как затылочную часть, это как глаз. И вот тут я, собственно, вот эту часть вам изображаю. Это тоже вполне непротиворечивое получается изображение в таком случае вот у этого животного лапка передняя, вот он припал к земле, и вот тут где-то его задняя лапка. То есть это изображение можно понять и таким образом, и мне кажется, я не ошибаюсь, что мастер эту двусмысленность этого изображения имел в виду. Не раз мы в прошлый раз встречались вот с такими примерами двусмысленности в изображениях в стиле один. Другая фибула Кенская Джилтона она отличается, мы видим, по стилистике от вот этой бифронской фибулы еще больше схематизации. То есть тут изображения приобретают вид вот совершенно вот тут это особенность техники Керпшнит с ее острыми углами и вот такими мелкими элементами явлена в полной мере. Но в общем вот центральное изображение головки вот здесь оно на фотографии здесь его прорезь здесь легко читаются довольно но не легко но читаются опять два вот этих кауэрнде тира крайне упрощенные изображения но как сказать упрощенные вообще-то довольно сложные но они сильно схематизированы вот их тело вот эта голова тоже так составленная из прямоугольных таких штрихов то есть опять-таки Хазелов считает это признаком человеческой головы и тут лапки но кстати лапки опять-таки обращены в обратную сторону и два этих животных образуют и нам это уже не должно нас удивлять вместе они образуют человеческую маску ну вот очередное такое обыгрывание симметрии которые так излюблены мастерями стиля стиля один и бордюр образуют вот животные такого типа по методу стилизации они относятся к другой фазе мы скоро к ней перейдем и вот которые так окаймляют эту центральную пластину вот таким образом вот эти животные здесь так эти же животные откуда они видимо что-то я не пойму откуда вот это взялось вот очевидно это с верхней части пластины вот эти изображения да и вот обратите внимание на этих висячие головы здесь которые здесь они совершенно определенно имеют вообще довольно странный облик но если приглядеться это профильное изображение головы человека мужчины а вот эта часть я вам показывал прошлый раз этот пример эта часть это в общем-то птичий клюв и таким образом вот эта часть изображения становится затылочной частью головы птицы вот это ее глаз и это ее клюв еще очередной пример вот такого обыгрывания многозначности изображения еще несколько примеров ну как мы видим очередная вот такая фибула с завитковым орнаментом на пластине с зубчатым орнаментом на бордюре очень интересные вот эти ранд тира которые заменяют здесь вот эти висячие головы мы прошлый раз видели что вот на этом уже примеры что на этом месте изображены вот тоже звери с такой пози но несколько поднятой вот поднятой наверх передней частью такой задранной головой вздебленные такие лапки вот мы его видим тоже тело покрыто штриховкой а вот здесь в углу тоже видим профильные человеческие головы и подобные же головы мы видим на углах этой фибулы и довольно сложный орнамент не будем его разбирать поскольку я не сделала увеличения но тоже надушки но это обычный случай два вот этих каурн-де-тира припавших к земле повернуты спинами друг к другу а нет вот же есть есть этот орнамент и все я неправильно вам сказала потому что конечно это совсем не так это сложный орнамент то есть вот с этой стороны дужки мы видим вот этих существ с человеческими лицами профильными которые будучи сдвоены образуют человеческую маску и вот задние части ну собственно вот эта ручка тут вероятно ножка и вот они эти части вот так уложены а вот здесь просматривается собственно это меня сбило с толку тело животного тоже орнаментированного штриховкой с этой части ну примерно та же композиция но еще более как бы такая спутанная центр занимает человеческая маска здесь изображение вот голов животных в стороне от маски то есть тут совсем другое изображение и ну какие-то части части тела плохо читаем и вот здесь еще хуже понятно здесь но вот вижу лапку вот здесь это я показывала в прошлый раз уже как пример вот торжества этой мозаичности и вот этой укладки вот этих здесь уже совершенно разрозненных элементов в заданное поле кстати я не перевела в прошлый раз и обязательно надо сейчас упомянуть мне очень нравится как этот тип орнамента Хазелов называет зооморфный салат то есть действительно как бы мелко порубленные части вложенные вот в такую посудину в другом месте он употребляет слов зооморфный фарш но салат мне больше нравится именно потому что тут очень отдельные кусочки видны значит напомню что вот здесь собственно мы видим три головы вот одна из них опять как я говорила надо начинать с голов это наиболее надежный элемент для реконструкции вот одна из них это мужские головы вот глаз это у нее рот и рука значит вот здесь вторая голова вот она вот ее глаз вот рот и то ли к ней относится эта рука то есть это видимо к ней а вот это относится то ли к этой голове скорее вот к этой голове ну впрочем это все не имеет большого значения и третья голова вот здесь вот ее лобная часть вот ее глаз вот ее рот который вот и вот здесь рука он даже как-то в нее переходит вот эта рука возможно относится вот к этой голове тоже и прошлый раз я говорила вот тоже как великолепно вписано в эту дуговидную часть вот этого птичья голова которая тоже как бы состоит из отдельных элементов очень симметрично вторящих друг другу и вторящих изображение вот самой драконной головы вот это совершенно изумительная композиция ну и на дужке мы видим до какой степени схематизации вот это изображение животного вот здесь оно доходит то есть это все тот же самый каурн-де-тир вот его глаз как всегда мы начинаем с этого вот его лапка и тело изображенное в виде вот таких штрихов видим все очень схематично очень геометрично надушки это вообще наиболее используется вот эта схематизация еще примеры такого такого орнамента опять же вот здесь мы видим пластину ножки но она сохраняет симметричную композицию но в общем она вот соответствует этому наименованию заморфного салата и ну я тут вижу птичьи головки вот вообще-то это бы я назвала тоже головами головами вот мы видим вот это вот душка как бы с глазом и вот это поперечная перемычка но не исключено что это вот конечности не знаю чтобы сказал на эту тему вот другой исследователь но в общем тут нельзя быть уверенным что это не суставы и в таком случае вот вот лапка идет сюда ну сложно разобрать угловые диски как как всегда покрыты на них расположены человеческие маски а здесь кажется две профильные человеческие головы и опять обратите внимание вот опять обыгрывается вот это дуковидное поле Хэнкенде Тире и тоже сюда вписано так же как в предыдущем случае вот здесь да вписана птичья голова которая очень хорошо подходит по облику вот этому полю вот здесь это изображено и хороший привычный нам орнамент бордюра на головке тут как раз все читается достаточно легко мы видим головку вот ее затылочная часть вот ее глаз вот ее челюсти обращенные соответственно наружу дальше идет шею обозначающая вот такие поперечные штрихи дальше идет продольными штрихами об этом поговорим мы до сих пор говорили о поперечном но здесь это продольные орнаментированные лентовидные туловища вот здесь сустав который занимает угол и лапка вписана в оставшееся пространство это передняя лапка а вот здесь соответственно задняя лапка которые вписаны сюда опять же мы видим фигуры эти идеально вписаны в этот угол общее впечатление которое оставляет вот эта фибула вот вот такое постоянная комбинация из штрихов ну что и характерно для фазы б что все это становится такая геометрическая композиция из в разные стороны расположенных штрихов или вот так вот другого другого контура элементов которые тоже в виде такого салата уложены в это пространство и вот эту как бы такую салатную тему то есть когда действительно уже разрозненные совершенно не читаемые элементы просто покрывают покрывают поле ну вот как пример я привожу эти три фибулы они происходят из разных мест но очень похожи в этом смысле по стилистике вот ножки их вот мы видим вот этот принцип вот этой салата салата зооморфную здесь очень выражено уже нет никакой штриховки но просто вот какие-то плохо понятные зооморфные элементы и единственное я скажу я прошлый раз по-моему не описала вот что я могу тут прочесть это вот эту часть этой фибулы вот она к сожалению очень четкий снимок это профильная мужская голова вот ее профиль вот это глаз вот это бородка вот собственно все чем я могу порадовать в смысле интерпретации а в смысле стилистического определения я снова здесь привожу сарматскую вещь и вот мне кажется по типу организации орнамента по типу организации изображения опять мы наблюдаем очень ну прям таки разительное сходство то есть опять мы видим что этот стилистический принцип то есть составление орнамента из таких практически никак не связанных между собой элементов которые заполняют пространство очень рельефно обыгранных причем вот у сарматов очень характерно подчеркивать вот эти элементы вставками из камней то есть тут еще кабошенный принцип так внедряется в этот орнамент вот я бы сказала что какую-то преемственность тут можно предположить какое-то стилистическое родство ну конечно не более того еще пример подобного рода ну тут вот я просто вот скажу что тут уже это орнамент скорее воспринимается как игра линий и это нам очень важно потому что как я говорила орнамент фаз Б он воспринимается как игра линий прямых штрихов да вот то есть пространство покрывается в разную сторону направленными штрихами здесь как бы этот принцип нарушенный просто вот как бы такие выпуклости а вот здесь уже мы замечаем и это очень важная тема для нас сегодня игра кривых линий но расположенных как бы в беспорядке опять главенствующим является рельеф значит что мы тут видим две звериные головы вот их затылочные части имеют вид как мы видим таких кривленейных элементов вот их глаз вот это второй второй такой зверек ну и дальше вот лапы их и все что можно разглядеть видимо вот это суставы но это как-то не очень понятно это видимо задние лапы в виде такой полупальметы и центр композиции занимает видимо человеческая маска а может быть это две парные звериные головы вот не могу вам сказать в точности ну вот такой орнамент тоже по стилистике близок вот к этому но он просто все-таки дает возможность что-то распознать еще пример вот такого салатного и одновременно мозаического опять же тут трудно даже я затрудняюсь что-либо тут сказать ну какие-то детали я тут упомяну но главное впечатление это то что все элементы мозаикой вписаны в эти поля то есть собственно вот этот эстетический принцип рельефной мозаики характерный для стиля один тут виден во всей красе что мы тут можем разглядеть это вот ну как всегда вот эти два симметричных парных зверя на головке вот их головы то есть они смотрят в наружу дальше идут видимо лапки ну и здесь тоже видимо лапки и вот у второго вот тоже тут голова все как мы видим до крайности геометризировано здесь не могу ничего сказать ну подозреваю что вот это голова и здесь тоже мы видим вот какие-то какая-то такая сплошная расчлененка уже пошла вот уложены какие-то разрозненные части животных вот в это пространство еще примеры того же вот тут это демонстрирует ту самую игру линий к которой все больше начинает склоняться стиль один в этой его стадии развития мы видим что эти три фибулы относятся к довольно обширной группе о которой довольно много дискуссий ведется собственно в чем тут проблемы они вы видите по типу скандинавского типа но найдены они на континенте и ну вопрос это то есть все признают их появление распространения на континенте как след культурного влияния северной Европы на континентальную Европу это несомненно здесь ну и конечно все рассуждают это импорт скандинавии или местное местное уже подражание ну от себя только скажу то что касается орнамента как я уже упоминала вот эта степень схематизации хоть мы видели и скандинавских примеров выше достаточно такие выразительные примеры схематизации схематизации и геометризации когда орнамент действительно сводится к просто комбинации геометрических фигур и линий ну хоть мы это встречали и в скандинавии но в континентальной Европе это я бы сказала более крайне принимает формы мы еще столкнемся с его проявлениями и а какие формы это принимает скандинавия мы тоже увидим вскоре несколько другие и ну вот в этом Хазелов например видит след как раз подражательности вторичности этих вещей то есть он видит в этой схематизации как бы признак деградации я разумеется совершенно не могу с этим согласиться напротив я вижу в этом такую прогрессивную черту то есть это развитие тех самых тенденций которые являются главными для стиля один и таким образом вот просто какую-то более прогрессивную стадию я это рассматриваю и ну вот вот так призываю к этому относиться значит вот тут мы видим орнамент состоящий просто из двух лап и вот эти дуги которые изображают ну очевидно суставы трудно сказать но две лап симметричные мы видим здесь отчетливо и кстати тоже прошу заметить запомнить этот твит потому что тут очень важен и кажется сегодня первый раз но не последний мы встречаемся с новым типом симметрии это такой важный момент который надо запомнить но я впрочем буду все время вас к нему возвращать мы с вами в основном привыкли уже в стиле один к зеркальной симметрии как вот здесь и вот здесь здесь же мы видим симметрию поворотную то есть элементы мотивы повторяют друг друга вот путем поворота почему я об этом упоминаю потому что мы потихоньку подползаем как крадущийся зверь мы подползаем все-таки к стилю два и именно для стиля два вот эта поворотная симметрия будет очень характерна и то что этот тип композиции постепенно начинает осваиваться мастерами работающими в стиле один тоже можно видеть такой прогрессивный признак указывающий во-первых на более позднюю стадию вот этого искусства а во-вторых на то что нас подводит к стилю один так но эти орнаменты я даже разбирать не буду потому что тут понять ничего нельзя но я могу предположить что вот это туловище ну вот по этой штриховке вот тут мы видим изображение голов тоже очень сильно схематизированы но тут тоже по штриховке судей это туловище вот его лапка но все мы видим это просто дветено до уже последних как бы стадий безобразия здесь же мы видим что все просто мастер не заморачиваясь просто покрыл этот борзер обычным таким геометрическим орнаментом в общем мы видим что к этому дело и шло вот если мы сравним эти два два примера но еще вот пример такого рода ну просто я даже не буду комментировать тут все как я уже говорила во-первых мы видим как все время вот орнамент воспринимается как комбинация линий либо прямых либо немножко кривых дуг но в общем такое полное разложение животного изображения в чем и повторяю я не вижу нисколько не деградацию а наоборот вижу такую высокую стадию развития вот это очень хорошая фибула очень интересная потому что на ней изображены человеческие изображения я имею ввиду вот эту и это ей подражание которое тоже очень любопытно прорезь его мы видим изображение профильных голов вот их волосы изображены в виде таких штрихов они затылками друг к другу помещены и таким образом тут конечно трудно это воспринять поскольку тут важное значение имеет труд то есть мы не можем это воспринять как ой извините как фронтальную маску но вообще такие соединенные изображения профиля часто образуют маску и руки так сейчас руки вот руки тоже обведены даже как вот здесь вот видите нет не здесь а вот здесь вот руки обведены такими дугами мы видим это близкий мотив и что интересно это такой интересный иконографический мотив простите довольно хорошо прописана кисть и большой палец сонот в рот этого человека ну и соответственно здесь тоже эта деталь она повторяется на нескольких человеческих изображениях древнегерманских и даже средневекового периода она толкуется как ритуальный знак естественно ну что это такой жест указывающий на прорицание на какое-то получение высшего знания как-то так вот и тут внизу мы видим еще одну человеческую голову вот здесь соответственно их две вот ее затылочная часть вот ее глаз ну и это что-то похоже на бороду и вот ее ручки вот это это и очень любопытный орнамент дужки собственно тут мы видим привычный уже для нас очень сильно геометаризированные изображения вот этих каурн-де-тиры вот это один вот его головка вот его рот обращенный в эту сторону и вот другой тоже вот его лоб вот его глаз и значит его челюсти обращенные во внешнюю сторону но опять обращаю ваше внимание что как и здесь мы снова с вами видим вот эту другой тип симметрии то есть не зеркальный а поворотный еще раз говорю это в будущем будет иметь большие последствия ну и перекличку вот с этим памятником да вот это фибула которая подражает этой но именно как подражающей она мы видим вот эту схематизацию еще усилила опять тут орнамент уже плохо очень читается в смысле изображений людей только вот зная прототипы мы можем его читать но именно орнамент как комбинация штрихов особенно выражен и вот этот эта пряжка тоже из континентальной Европы очень тоже напоминает вот эту фибулу с вот этими изображениями людей потому что тут мы видим целых двух людей и ну во-первых удивительно построены изображения опять же удивительно вписаны в поле ну вот посмотрите как они читаются вот это вот одно лицо профильное значит затылочная часть изображена вот этими опять штрихами дугами видимо вот для этих изображений это характерно тут вот рука палец он не всовывает в рот но видимо собирается вот рука и вот его собственно задняя часть тела вот его ну ягодица и получается даже такая согнутая в колени нога конечно можно заманчиво это представить в виде такой позы адорации каленопреклоненный человек но я думаю что все проще просто он это сделан опять же в этой позе именно для того чтобы вписать в это овальное поле и вот симметрично ему другой человек тут мы видим вот это затылочная часть изображена такой волнообразной линией и так мы догадываемся что это наверное волосы так изображены тоже вот профили это его нос вот глаз и это рот рука же обращена вот в эту сторону так что ничего он в рот не засовывает и вот его нога вот опять оцените совершенно виртуозную композицию этой вещи по-моему необычайно красивая да Хазелов считает что это норвежский импорт что это делал норвежский мастер он приводит параллели я честно говоря не уверена ну надо может быть более внимательно посмотреть его аналоги он связывает это с вещами с нартом вот сейчас по памяти я могу сказать что с нартом совсем другое другие изображения с нартом это в Норвегии знаменитые там находки поэтому с другой стороны явные параллели вот с этими изображениями континентальными тоже из западной Европы вот стилизация вот этих суставов в виде таких дуг стилизация головы тоже в виде таких дуг мне кажется это скорее указывает все-таки на континентальное происхождение но впрочем авторитет Хазелов конечно тут очень важен но я вот просто вижу скорее параллели с теми примерами континентальными же которые я только что привела так значит фаза Б напоминаю очень способствует геометризации изображения животного фаза С в чем она состоит она состоит в том что тело животного превращается в ленту важнейший опять звучит барабанная дробь важнейший момент дальнейшего развития вот этой темы криволинейности постепенно в этот прямолинейный геометрический орнамент орнамент по моей типологии класса А проникают криволинейные элементы это будет иметь большое значение но мы начинаем как всегда с самых таких первых признаков этого движения еще раз скажу название фазы здесь не передает хронологической смены вот мы сейчас видим примеры таких типологически довольно ранних вещей которые мы уже разбирали на которых мы тем не менее видим изображение вот в этой демонстрирующих вот этот орнамент характерный для фазы С значит тело животного превращается в такую линию и конечно наиболее первый раз это применено для мелких животных именно мелкие животные вот в бордюрах вот эти ранды тиры они просто в силу своих небольших масштабов легко упрощаются до вот этой продольной линии но поскольку мы говорим о линии тут надо вспомнить что мы о ней говорили в плане типологии орнамента прошлый раз я вам говорила что линия как самостоятельный орнаментальный элемент не как элемент симметрической структуры что характерно для как раз прямолинейных орнаментов а как самостоятельный элемент это конечно уже появление вот этих элементов класса по моей классификации но линия вообще в орнаменте может играть двоякую роль то есть она выполняет либо одну либо другую роль она либо может соединять между собой элементы и тут я снова воспроизвожу эту фибу из лангло и вот собственно вот этот это изображение о котором я уже говорила что оно будет представлять нам очень важный принцип который важен не для этого периода а для следующего даже для далеко следующего далеко впереди но тем не менее вот этот принцип мы впервые его здесь встречаем то есть повторю еще раз вот этот бордюр представлен в виде цепочки из вот этих грушевидных грушевидных или менделевидно выделенных суставов животных которые представляют собой кабошоны отдельно выделенные под округлые элементы их соединяют вот эти небольшие перемычки которым собственно сведено тело животного вот этот тип построения животного повторяю очень будет характерен для стиля 3 мы с вами еще не подошли к стилю 2 а это для стиля 3 просто опять же запомните это просто любопытно что здесь он нам встретился этот тип изображения животного и забегая сильно вперед я скажу что этот тип изображения вообще очень естественно по-своему вытекает из строения животного тела то есть в чем он состоит выделяются суставы задний сустав передний сустав и отдельно выделяется голова это три как бы узла построения ну просто чисто анатомически животного тела суставы ну вот то что мы называем тазобедренный и плечевой пояс это как бы ключевые узлы строения животного и они выделяются орнаменталистом а другие части тела воспринимаются как соединительные просто элементы между этими тремя ключевыми элементами но вот это я повторяю будет нами очень разбираться в орнаменте стиля 3 или позднем вендельском периоде а вот здесь нам это встретилось и это любопытно значит первый способ которым линия используется в орнаменте это соединять элементы и второй способ который она может выступать в орнаменте это там где она выступает как самостоятельный мотив а как самостоятельный мотив повторю то что я говорила в прошлый раз она может быть только криволинейна потому что прямая линия она может только как в штриховке выступать но в принципе прямая линия сама по себе очень мало декоративна и вот что мы видим вот эти довольно примитивные ориентир вот в этой позе зверя припавшего к земле нам уже хорошо знакомого вот они стилизованы как бы в характерном для фазы ци манере то есть их тела изображены в виде вот этих ленточек и мы видим естественно эта ленточка приобретает криволинейные очертания пока еще это очень слабо проявлено но поглядим что будет впереди вот это простите за нечеткий снимок вот это рантира вот из фибло джилтон мы его уже разбирали он как раз очень ярко представляет вот этот кабошенный принцип вот тут изображен вот тут сустав подчеркнут в виде спирали и кстати помещение спирали на суставах вот я прошлый раз вам говорила что двойной контур судя по всему но если не впервые вот тут надо проверять были ли у них предшественники но в любом случае германцы были ну такими пионерами в изобретении двойного контура как способа орнаментализации тела животного и тоже относятся к помещению спирали на суставах для медиевиста такая орнаментализация суставов является ну просто очень хорошо знакомой и привычным и вот судя по всему мы видим один из первых примеров вот такого применения этого элемента вот на этой фибу из джилтона еще раз вот эту фибу мы ее разбирали еще раз показываю что здесь тоже вот эти животные у них тело приобретает характер ленты пока еще довольно короткой ленты все впереди как мы понимаем как только появляется горевая тут же появляется возможность ее продолжать до бесконечности и скоро это дойдет до настоящих таких ленты видных животных но здесь еще только самое начало но опять-таки вполне закономерно эта лента приобретает креполинейный характер вот посмотрим Сирию мы еще будем гораздо больше видеть этих фибу в следующий раз вот эти южно-германские фибулы с овальной ножкой вот эту я уже вам показывала как пример вот такой максимальной геометризации ну мы ее относим к фазе B вот из-за этой штырыховки вот характерны для для стиля 1 вот этой мозаической геометризации здесь мы тоже видим удивительное тоже по рисунку очень схематизированный рисунок представляет собой очень красивую композицию ну давайте разберем все-таки орнамент вот здесь мы видим двух припавших к земле вот этих каурн-де-тира которые соединены спинами и спины их собственно составляет вот этот прямоугольник то есть как бы и таким образом это получается как бы распластанный зверь да поскольку они соединены здесь же мы видим пока разбираем ножку да вот и похожую композицию мы видим здесь тоже два два припавших к земле животных соединенных спинами и образуют такую распластанную фигуру и то же самое здесь но если мы сравним вот эти три изображения мы видим как последовательно вот справа налево вот этот линейный элемент начинает усиливаться и постепенно вот появляется вот эта кривая вот здесь появляется вот эта кривая хотя по другим формальным признакам это типичная фаза С мы видим эту штриховку но мы видим как постепенно кривая линия эмансипируется и начинает составлять отдельные мотивы чуть позже мы увидим до каких степеней это дойдет в рамках стиля 1 что же касается вот этой очень понравившейся мне фибулы то мы видим тут головы животных единственное что мы можем разглядеть но вот тут пожалуй лапки еще но просто чисто геометрически они друг другу расположены и давайте посмотрим очень интересный орнамент головок мы видим что все эти фибулы и другие относящиеся к этой серии в общем иконографически связаны и вот здесь на головке вот лучше всего видно здесь видно это меня немножко мешает вот ага вот так я перенесу тут мы видим очень сильно упрощенные но ясно читаемые два изображения птицы вот мы видим их головки вот их глазки вот их туловище покрыто поперечной штриховки то есть в фазе а тут мы видим грушевидные изображения вот этих ляжек и лапки вот они симметрично тут изображены но опять симметричные изображения где-то рождает в нашем ну перед нашими глазами изображение маски и мы можем воспринять вот эти две головки как два глаза одной маски смотрящей на нас вот на этой фибуле мы тоже видим по-видимому птицы которые здесь по-другому изображены и они как бы срослись вот своими клювами что ли вот здесь но вот их лапки и хвостики а может быть это части крыл крыльев сюда обращенные и опять мы видим поскольку это симметричная композиция она вот как бы тут намечается изображение маски и это мы видим вот здесь это очень знаменитное изображение потому что здесь тоже по-видимому вначале были изображения птиц но тут их вот эти соединенные головы реально соединились в такую хорошую бородатую мужскую маску не очень традиционного вида но вот тут она вот таким образом появилась и на этой фибуле мы видим уже просто без всяких затей мужскую маску вот ее ручки то есть она в позе оранта и вот тут звериные головы ее фланкируют то есть это вполне такой привычный изображение человека с двумя сопровождающими зверями вот так очень интересная композиция но главное для чего я все это показываю для того чтобы мы поняли как начинает обыгрываться кривая линия и вот посмотрим как это же происходит на еще другом материале это не южно-германский материал значит показанные здесь вещи происходят из двух мест во-первых из Кента юго-восточной Англии это вот это и это и вот эти две фибулы это знаменитого могильника РП в западной Франции удивительно что в этом РП который если я не ошибаюсь приписывают западным Вестготом находит много англосаксонских вещей и не просто англосаксонских точнее юдских а вот конкретно из Кента и тут как раз это видимо и есть то есть не видимо а точно это и есть вот эти кентские параллели что во-первых демонстрирует вот это северное влияние на юг и вообще показывает какие какую действительно эпоху глобализма вот отражает это искусство вот действительно какие далекие связи прослеживаются в тот в общем не очень располагающий к связям такой период темных веков речь идет о шестом веке вот в конце я напомните мне все-таки пару слов скажу о хронологии но что касается орнамент вот тут мы как раз видим опять развитие из вот это изображение в фазе С как рождается и все более эмансипируется кривая линия вот на этом наконечнике мы видим классическое изображение животного в фазе С оно еще достаточно такое простое вот эти два каурн-де-тира следующий друг за другом ну как бы все в виде такого хорошего классического стиля один вот здесь на этой фибуле мы видим что эти животные уже начинают вот криволинейно их туловище начинают криволинейно извиваться опять они образуют и тут тадем значит издадим такой торжественный трубный звук опять они образуют не симметричную не зеркально симметричную пару а симметрия поворотная и мы видим что помимо вот этих их лентовидных туловищ которые естественным образом начинают извиваться еще раз повторю я стремлюсь к тому чтобы каждый из фактов мы видели как он закономерно извытекает из создающихся условий вот надеюсь это как-то вот понятно из моего рассказа именно закономерность всех этих процессов так вот помимо того что само туловище лентовидное естественно поэтому начинают принимать криволинейные очертания но и другие элементы вот посмотрите лапки начинают быть вот такие криволинейные и тоже образуются вот такую кривую линию более того вот эти изображения затылочные части этих существ это вообще характерно именно для английской английского стиля один так называемые колоколовидные головы ну вот эти затылочные части тоже имеют криволинейное очертание и вот особенно это видно вот на этой очень люблю эту накладку вот на которой вот эта криволинейность она просто приобретает уже характер осмысленного приема и тут против того что я обычно в основном буду говорить сегодня о плетенке в стиле один здесь мы видим как уже появляется вот этот однородный такой общая общая криволинейная структура орнамента мы видим как вот это волнообразный ритм вполне осознанно складывается в этой великолепной вещи и как под этот ритм начинают подлаживаться эти изображения лапок в виде пальметок вот эти изображения опять вот эти колоколовидные детали голов уже имеют такой отчетливо криволинейный рисунок вот эта вещь она конечно очень продвинута вот в этом направлении я бы сказала преждевременно продвинута потому что современный ей плетеный орнамент мы видим будет иметь совсем другой вид и у нее есть близнец вот тут вот это прорезь эта фотография поэтому не очень хорошо встречать но мы видим вот эта накладка она без без паспортная без места находки из Бондского музея но она практически идентична вот тоже вот этой кентской вещи и наконец опять вот звучит торжественная музыка барабанная дробь естественно когда появляются криволинейные элементы дальше возникает желание сделать из них плетенку опять я в прошлый раз говорила что мозаичный орнамент не предполагает пересечения одних элементов другими это естественно он занимает одно место и может только его занимать а в криволинейном орнаменте элементы естественно вступают друг с другом связь и вот образуются плетеные пересечения и плетения вот мы это замечаем уже здесь хотя здесь все еще вот это ряды положения элементов в основном господствуют но тут мы видим уже плетенку в таком ее таком ее буквальном виде сейчас одну секунду так извините вот я к этой схеме но эта плетенка еще не классическая криволинейная структура вот как я ну так довольно кривовато изобразила на этой своей схеме не вот такая структура она не образует вот собственно структуры орнамента я хотела чтобы вы как бы осознали эту мысль в отличие от этой вещи где криволинейная структура я говорю так преждевременно сложилась вот в это плетение и это очень характерное плетение именно для поздней стадии стиля 1 когда оно образует такую плотную плотный жгут как мы видели уже на фибле из веструпа которая в сущности и это тоже видно вот на этой на этой вещи тоже заполняет пространство как мозаика то есть оно образует очень такую материальную осязаемую невоздушную плетенку как вот в классической криволинейной структуре то есть в общем эстетически эта плетенка еще соответствует как бы канонам стиля 1 и вот именно это плетение ну как бы является наиболее типичным в противоположность вот этой красивой криволинейной структуре об этом мы еще будем говорить в следующий раз как вот эта криволинейная структура все-таки будет появляться и как она приведет к стилю 2 но мы двигаемся дальше вот еще ну это просто показывает что орнамент составлен хороший такой бордюрный орнамент составлен из отдельных элементов ну вот во-первых это изображение вот здесь головки и лапки вот головки и лапки вот они образуют такой бордюр и вот здесь мы видим что просто изображение голов вот собственно вот затылочная часть и вот обрамление глаза вот их три таких головы которые образуют тоже такую криволинейную но очень тоже плотно заплетенную ну вот единый орнамент и вот три лапки сюда тоже вписаны еще из орнаментов такого типа тоже из Англии ну вот собственно вот я просто повторяю все то же самое что плетение очень плотное где-то подспудно проявляется в нем вот это единый криволинейный ритм видимо именно английский орнамент к нему вот какую-то склонность имеет но в общем это все по-прежнему очень плотное часто асимметричное плетение которое так же как и мозаика занимает вот это пространство ну и тут вот эти изображения животных ну как ранды тира тоже мы видим они тут уже кривая линия сильно как бы дает себя знать но тоже она ну вот единая регулярная структура она не образует и тоже это видно вот хорошо на этом заполнении пластины так ну это просто разбор этих фибул знаете что хотела посоветоваться сейчас пойдут очень и очень красивые вещи которые я хотела бы разобрать но просто досконально по элементам а мы уже общаемся час сорок пять минут перенесем на следующий раз алло люди ну как вам будет удобно ну вот я я говорю что вот я действительно все самое вкусное оставила на потом но мне хотелось бы это не спеша не мучаясь разобрать потому что вещи уж больно хороши вот а сейчас уже немножко все-таки я думаю народ подустал мою мысль я в общем высказала и я ее собираюсь продолжать в следующий раз давайте так вот собственно с этой фибулой и вот с этих накладок вот будем продолжать эту тему плетенка в стиле один хорошо ладно давайте без экстремизма может быть не без экстремизма Продолжение следует...